на нас под барнаула мы еще морозы подзагнули хорошо хоть снег сантиметров 20 сейчас второй день потеплело это нормально оно как-то неравномерно спрашивал там в этих там где всегда морозы были не было там где не было там морозы не поймешь ничего какая самая низкая температура минус 45 43 течение недели 38 за 2 дня отступили вот это предел если все сделано правильно я всегда говорю не надо бояться вот именно таких морозов если будет все по конкретным условиям не так как там изувеченный штамп которая называется триптиста морозе знаете уровень снега 20 вы пишите потом сантиметров 40 голый изувеченный штамп потом кроме и прощая дерево это у нас есть норма а если все нормально то морозы не так страшно я почему показывал вот это вот почему я показывал эти дебильные схемы почему я показывал дебильные корни дебильнейшие вы видели эти корни а ведь это уже была готовая продукция я еще раз я не могу успокоиться для меня это предательство смотрите вот это вот вот это это предательство это невыносимо не только в барнауле нигде даже в анапе и в сочи это предательство чисто это делается только для того чтобы продать а потом прощая вася чихать хотели на то что будет и на это еще черешню привать ту самую 15 метровую они даже на фотографии уже видно что она уже загибается вот поэтому я к этому если вернуться вот нет не сюда вот сюда то получается вот такие морозы все смотрите еще раз мы разделяем это мы сами мы садоводы любители должны разделить есть научное садоводство у них конкретная цель стоит из тысячи получить один но супер сорт или хотя бы не он не супер но чем-то других отличать чтобы там можно было сорта назвать вот они там занимаются они никакого отношения не имеют ни к любительскому садоводству хотя они пописывают это слово пописывать есть вот такое двусмысленное они пописывают а есть еще промышленное садоводство а промышленное садоводство им калиброванные яблоки подай кстати больше ничего не умеет в стране только яблоки спасибо и на то на 10 процентов обеспечивает и отравлены также так вот калиброванные яблоки режешь 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 насекомое насекомое обработки 10 20 30 40 ну что ты будешь делать мы с вами любители для нас только бы подобрать участок чтобы не было ночью вспомнятый большой слой грены или близко крутого вода остальное чё сеянцев насадили привили гарантированный сад и не капли ядохимикатов и работы практически никакой вот это направление кроме нас разжевать некому и тогда вот эти 42 45 это будет как обычно делал у меня было поменьше до 40 но я даже и не вспоминал про них мне все равно я знаю что у меня ни одна почка абрикосов не погибла я знаю что на персике ни одна не погибла вот заморозки могут погубить но сейчас мы резали черенки никаких следов подмерзания вообще ни первая ни вторая ни третья ни пятая степень вообще невозможно представить себе а именно вот пусть даже мои морозы все-таки не ваши 45 градусов ну вот они бы в европе бы уже все сады бы вычистили мои морозы плюс бесснежье вот то что вы видели это вот только выпал вот то что вы видели скребли чтобы накидать мусились чтобы накидать в этот вот так я отвечаю лабасов добрый вечер валерий костиныч если у вас опыт прививки на дерево несколько садов трех-четырех на крае абрикосов насколько же лучше такое мульти дерево если смысл я на эту просто в горах отвечал я считаю что каждое что идеальное максимально здоровое дерево это один к одному то есть один по двое одной кривой вот когда прививаешь две ты имеешь лишние есть вещи которые никто не замечает вот сенец и сенец вот привил казалось бы то же самое допустим сенец абрикос абрикос на абрикос или просто сенец абрикос или также яблони что это самое слабое место если не калечит специально как эти вот специально не калечит самое слабое место это так называемые его так называю хирургический шоу он сам уже тем что там идет борьба между подвоем привой подвое должен уничтожить привой привой должен с любой цена цепиться в него как это и вот когда это происходит в одних случаях привой гибнет других случаях не гибнет но короче век чем у сенец бы рос бы и рос бы 50 лет короче век и не хватало только чтобы это через этот шов а это калус вот тут вот вот это вот это вот это вот шов хирургический называют это калус знаете что у инвалидов рано допустим на ногах что они мерзнут швы мерзнут вот эти вот хирургические швы мерзнут знаете об этом и дерево также мерзнет и когда получается что любое привитое дерево естественно уступает по морозостойкости в целом по зимостойкости целом по жизнестойкости уступает просто сеансу вопросы сколько уступает один шов допустим потеряли 5 градусов мороз а там же идет борьба а кому помогает этот мороз верхняя часть это агрессор еще нам не хватает или 5 градусов терпеть труднее или наоборот вместо 30 ожидаемых 40 и долой агрессора смотришь мертвый агрессор это привык нам не хватало только второго привык второго агрессора сюда куря дерево будет это но есть хитрости а вот мы привем допустим на дикую грушу 5 сортов и 3 и все чтобы летние это относительно удача а если летние плюс зимние там такое начинается боже ты мой там начинается ой нет мы это проходили я противник после того я всегда эмоциями вот так я не могу просто говорить после этого я отвечаю значит если с московичем нет хотите иметь сад есть у нас такие специалисты как алексей лакаров и мы карта в руки может у него земли не хватало может он волшебник вот может у него идеальные прививки можно и у меня есть такие деревья но я сейчас отвечаю в целом целом лучше не иметь такие деревья если ты поставил цель например накормить детей вот 5 деревьев лучше чем на одном 5 разных этих самых это в целом я удивляюсь как в случае нельзя получать хорошую игрой абрикосов а я не удивляюсь люба тут смотрите я только по верхушкам абрикосы родились по одним данным полустеп там допустим какая-то персия нету этих дождей у них проникает глубоко потому что где нет дождей там и далеко подземная влага далеко и вырастает такое дерево которое имеет определенную крону определенные корни вот если в сочах я не знаю я в сочах был один раз отдыхал вот но нельзя за две недели сделать какие-то выводы так если там более влажный климат уже абрикосом делать нечего тогда надо искать абрикосы но уже как бы назовем их ну то есть с разных мест угадать нельзя почему они давно все чуть не сказал трахались они перепылились вот я не сказал перетрахались перепылились и у них теперь не поймешь вот этот вот держит сырость а этот не держит или наоборот метод тыка берете сотню косточек это я говорю не вам а тому с кем я раньше общался с сосенцами вот скорее всего да я же вам еще говорил узнайте вот у них полно они вроде бы сами выращивают но сами они могут вырасти я такие знаю черенки получали с одного места семена с другого выращивали привали сами а сада нет но это еще ладно это еще не халтовщики вот такой найдите чтобы он абрикосы выросил сами вот у них купите абрикосы подошли к взрослому дереву у них ну чтобы вот точно дерево чтобы не сказал это абрикосы на самом деле это слива а вот сейчас вы знаете как лапшу умеют вешать кушать то хочется точно абрикосы точно оттуда впаду пусть все технологии рассказывают как мне рассказывали когда я был в этих в НПО Челябинске я сам вместе с ними даже несколько переверок сделал вот это одно а другое дело когда абрикосы и саженцы стоят вот как те что я показывал а сада то нет значит они не в Сочи раз нет допустим абрикосовых садов уже в питомниках то где же они вообще могут быть вы знаете чтоб черенки на них не напасешься это какой уровень это какой садище абрикосов надо иметь не сад а садище есть промышленное производство черенков это сколько надо их это деревья и медь маточек найдите такое это самое я уже к Ирине обращаюсь а нет Ах Ирина Хабаровс ну ладно так вот я как мог вам ответил растут ищите таких как этот самый как бондар как железов там местных или этот Сернобаев вот тогда с ними дело иметь а так почему нельзя да потому что абрикосы в принципе не предназначен для климата другого чем на исторической родине а в других местах абрикосы растут в горах может всю жизнь росли миллионы лет а может тысячи лет идет этот самый отряд этих воинов покорять соседнюю землю как эти воины этого самого македонского и шляется по горам а в котомке сухие абрикосы эти как называют то забыл он съел мякоть а косточку выпинул смотришь растут в горах десятки сотни тысяч за миллионы лет уже смотришь вот пожалуйста у меня советские горы растут вот армянские горы растут тенчанческая растут вот сухие сихоталинские растут вот все а так конечно может быть и правда там если там одна глина да еще это еще и абрикосы надо еще найти абрикосы которые терпят их повышенную влажность так выбор получается что черешню лучше не формировать четыре прута вишни были привиты один вырезал сильно густо и терлись два лета и местной привил я не говорю что не формировать можно не формировать она рухнет под собственной тяжесть вот это надо это самое ну мы уже столько проходили я уже столько рассказывал низко привьешь уже проблемы как можно ближе к желанию уже проблемы с ферророком меньше вот пока она еще маленькая можно там где-то выпрямить ком бить ну мы это проходили смотрите семечки яблони получились уроды а чья интересно рос метр пять метров возраста два дерева выживших и до сисемян тупик полный вы знаете мне хочется знаете Александр мы с вами давно стали ретроградами я вообще не дошел до того места где временар кончился два часа я тоже хотел сказать я ретроград а вы действуйте так вот я сейчас скажу так ребята возьмите мои семечки купите так и докажите смотрите что он не прав что это 20 семян это еще не все с удовольствием вот так специально а вот возьмем с таком авторитету как Александр Николаевич и назов выращим в случае высокой влажности гниют абрикосы ну вот вы говорите вы подтвердили мои слова и не мои слова а мое опасение скажем так не здорово я съездил биза винограда посадил 15 корней по вашей городе я виноградом не меняюсь небольшие халмы просто были у некоторых сортов такой чтобы меня сочеканки не достал до макушки ну ладно допустим на какой-то момент вашей винограду помогла посадка на холмы хотя я ни при чем не я даже если это успех то я даже от успеха отмахаюсь я не имел ввиду кустами культуры никогда другое дело что я сегодня буквально за много времени до начала феминара я не успел я получил письмо которое требовал от него Галина Александровна от самого этого от самого Валерия Петровича так и я сейчас специально дальше не говорю фотографии есть его рассказ есть в следующий феминар мы еще поговорим про винограда именно про виноград вот сейчас даже просто как бы сказать я вас интригую вот Ракалин это супер садовод а все остальное узнаете в следующий раз ну кстати никаких холмы естественно не садил но есть о чем поговорить виноград это у нас такая тема полузабытая к сожалению так разве дальневосточные америкосы не подойдут или жардели жардели те которые мои жардели это с Украиной они вроде бы подойдут тем более я всегда сравнил ну там до моря недалеко и тут до моря недалеко там сырость тут сырость на Украине их полно представьте себе вдоль дорог вместо этого вместо лесопосадок растут вот до чего дошло и тут же жалуются что не подойдут поэтому вы правильно недоумеваете гражданка Волкова правильно теперь дальневосточные абрикосы они там как сказать вот если брать чисто дальневосточные вот он растет в тайге это гигант ну вот сравнить даже ничего вот такие вот штамбы гигантские деревья трехэтажный дом это меню это есть они живут не на совсем не на равнение понимаете уже это помогает им справляться у них косточки они падают сходят там одна из тая одна из тысячи вырастает такое это естественно отбор а остальные а посадите у себя они посадите их в ямку как они сгниют а посадите их допустим это самое заглублением косточки основание штамба будет под землей об этом почему-то кроме нас с вами никто не знает тоже сгниют агротехника здесь все решает а то мы знаем там бесконечные посады или муссоны или что-то значит затопление вот но еще раз говорю у них природные абрикосы это не совсем ровное место я уж не говорю про горы раз у них они давно спутались опять же не научное слово перетрахались с европейцами и с среднеазиатскими давно сейчас там в культурных садах чистых маньчжурцев а зачем вам нужны дикари у вас чистых ну назовем по другому аборигенных сортов вы не найдете тем более вы хотите вот это и получается все то же самое мета тыка с разных мест саженцы или с разных мест телки или с разных мест косточки посадили и ждете вот так то что сохранится можете размножать можете стать опять же Макаровым кто бы сказал что у него такой успех будет а Козелым а вот так вот по другому не умею говорить мне подарены жандели и маньчжурцы посажены в Сочи на склоне у нас выросли около трех метров ну так это уже раз три метра значит не умерли еще раз выросли ну так все жандели и маньчжурцы на склоны это лучшее место я уже сто раз говорил многим допустим это же самое байна поселок на склонах поселок черемушки простых людей такие абрикосы науки не снилось не только у Чернара этого самого не только у Боднара у простых людей которые даже не знают что слов то таких которым мы сейчас обмениваемся на склоне так что Ольга вы молодец так Антон монератор кроме влажности ой я люблю такие такие грамоты кроме влажности в Сочи другая проблема там среднегодовая плюс 15 субтропический климат для него нужны специальные сорта которым не нужен период покоя сорта умеренного пояса ну я например приводил с этим с новой каховкой то там сейчас плюс 10 сорта умеренного пояса вообще не плодоносит или иметь слабое урожай для закладки тут очень почек нужно отрицательной температуры и период покоя все все вроде так но Антон Валерьевич понимаете почему-то не мы возим это у нас есть отрицательная температура у нас есть период покоя но плоды абрикосов не мы возим в это самую Казахстан Киргизию Узбекистан Таджикистан не возим мы туда они сюда везут я в Таджикистане два зимних месяца провел Новый год встречал там там пускали алюминиевый завод Таджикистан город Трегар Торсун-Задель по-новому когда я снимаю вообще нету никакого этого покоя ну почему-то везут туда к нам эти до еще много везут всю Россию завалили так что мы правы только наполовину а вот другое дело что перепады плюс на минус смертельные для цветочек почек тут вы правы сто процентов так в Сочи видимо пропадают сортовые южные желез это не железовские у меня же не совсем мира я же там никто раньше не сажал пока им три года а так это мои что ли ух ты выглядят молодцами Ольга знаете я вас в одно место даже готов поцеловать которая сзади только только ради бога не исчезайте ладно пока жив буду ждать для меня что обидно то я могу дать какую-то гарантию там вот так сделать это где что касается Урала там Дальнего Востока Сибири по линии там это от Москвы или там от Питера по так называемой Транссибирской магистрали вплоть до этого до Хабаровска до Владивостока тут я какую-то гарантию даю но Сочи для меня это терринкогнито так Ольга очень интересно это мне то или как интересно это я разместил фирм во статификации а а когда ты успел ух ты здорово ну ладно все равно молодец так это просто по своей инициативе так теперь ух ты сейчас перед семинаром я уже посмотрел ролик в ютубе о судификации большое спасибо молодец успела сеянцы обладают высокой плосилистом могут приспособить во Антон я же не зря говорю Вы будете первым после меня кто будет продолжать вебинары нужен отбор наблюдения работа неодноразовая держите в курсе вот это это самое адресовано опять же опять же опять же Кольге Малицкой Это мы уже с Антоном К вам обращались Так, нет, не расслабились Хабаровск А, Ирина, это мы с вами хотим сделать фильм Меня интересует Хабаровск, который Я не удивлюсь, если он где-нибудь там На феноте Сочи находится Вот Ну, свои проблемы Все-таки Смотрите, приморский климат И там, и тут, правильно? С Аргарасом Морозовым не может быть И там вообще плюс Но Хабаровск еще и минус Вот, но тем не менее Высокая влажность Давайте послушаем Я всегда стараюсь, когда такие фильмы Больше слушать Так, не взором Черечня, так же, как и вишня, срок 2 месяца Лишь у молодых счастливых последних Спасибо за такую подсказку Мне внутренний голос говорит, что Больше, знаете почему? Я черечню ни одну не садил Я и ни одну не садил Почему? Только появляется у меня в каталоге Черечня До Нового года ни одной косточки не остается Так Я и свои продавал Когда своих стало мало Я этих самых Начал вот У этого Боднера Покупать Ну, как бы покупать Будем говорить Мы на паях продавали Так будет Честнее Теперь Значит Пошли ответы И что я знаю Хотя вроде бы люди опыт Я их не салютизировал Черечня Просто После Нового года Мне никогда ни одной косточки не было Сами знаете А люди салютизировали А как? Я не знаю Может 2 месяца Может 3 Не знаю Редко-редко У кого-то из десятка Одна-две То есть для меня осталась загадка И тут же про 3, 5, 6 месяцев Я не знаю Вы пишите 2 месяца А если в людей не взойдет? Вот Ну, у сливы Видите, опять Кстати, расхождение Сливы по 100 дней А у меня у волочной вишни 2 месяца всего А у вас получается 3 с лишним Вот А в волочном Я не говорю В волочном В розни Я о своих говорю Вот А у меня всего 2 вида То есть не 2 вида А 2 Назовем их условно сортами Хотя это Там без бутылки не разберешься Только по вкусу различают И вот получается Что у меня волочная Видите 60 дней И из фотографии Когда она через 60 дней Сходит Прямо в холодильнике Получается Разночтение разное Давайте вспоминать Почему они Температура в холодильнике Это такая Пудлая вещь У дальней стенки Которая И не Там прям Покрыта Дальняя стенка Так Прижимаешь И минус Аж заходит Внутри банки С одной стороны А с другой стороны Банки Плюс 2 Плюс 3 Это та банка Которая У меня в большей холодильнике В 2 ряда А которая Ближе К входу То есть К дверце Там 5-6-7 А еще Сколько раз Хлопаем Эти дверцы Если там Продукты Лежат И получается Провокация Где-то Похолоднее Она может Не 2 Как у меня А 3 месяца Как у вас Пролежать 100 дней А ближе сюда Она не то Что 100 дней Она через месяц Может Простуться Только потому Что она Ближе Дверцы И тут Теплее Вот Такие Общие Соображения Пытался Связаться С аркальным И он Сайт Неживой Ничего Страшного Под ничего Не вышло Разберемся Почему Когда я Скопирую Его адрес Электронный По которому Он мне Прислал Свои фотографии Как он Садит Виноград Как садит Не укрывая Вот Получится Что связь Будете держать Через Допустим Этот самый Через Электронный Постер Так Теперь У нас Проклюнулась Черешня На шкалке Не вылезла Решу на грунт Проклюнулась На шкалке Не вылезла Да Решу на грунт Да нет Вы знаете Я Сто раз Убежался В одном Любая Косточка Даже Семечка Она Асфальт Выламывает Поэтому Грешить на грунт Это очень Сложно Это Бывает Грунт Это Ну ладно Школкина Его нет Такого Там как-то Грунт разбитый На Чуть ли не На порошок А Есть такое Понятие Что Одно из Способов Когда Посевают Семена Я Я Я так делал Кроют Канавки Кладут А сверху Уже Не засыпают У кого Грунт Глиняный Она может Схватиться Высохнуть До Твердости Цемента Это Есть Я замечал Тогда Сверху Посыпают Песочком Но Хорошо Когда Проклюнулась А когда Спеть А сверху Песочек А песочек Влагу Не держит И получается Что Она просто Не всходит Потому что Влаги Не хватило Получается Как бы Шила С другого Конца Вырезала Вот Ладно Идем дальше Что-то Не взору Пишет А что Такое Новое Сообщение Четельности До сих пор Не знаю А то что Переоналожено Да Запросто Может быть Терпеть Не могут Эти Это все Сказки Что надо Удобрять И удобрять Вот Четыре сообщения Я сейчас нажму Я не знаю Что такое Вот Нажал И ничего Не случилось Да Давайте Так Кто-то Карелин Дмитрий Пишет Контора Пишет Наташа Пишет Так Пошел Четвертый Час Вот Так 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 Подождем Антон Валерьевич Когда-то Я не одно Все Запомнил На том Конце Провода Там На скайпе Сидит Антон Валерьевич Этот самый Сапрон У него на одном Плече Один ребенок Сидит На другом Плече Другой Ребенок Сидит Кто ему В глаза Лезет Кто ему Руками Это зубы Считает Бедный Антон Валерьевич Со мной Общается И пытается Это самое Выполнить Свою работу И вот С тех пор И до сих пор Мне стыдно Думаю Да уже время Сколько Дети Дети Подросли Может Не сидят У вас На плечах Так Как вы Храните Черенки До прививки На деревьях В пакете Надо Занять Ткань Знаете Мне на сайте Есть Статья Называется Я Последнее время Так и говорю Сейчас Начинать Сначала Я не могу Это разговор Я не могу Двух слова Давайте так Или на сайте Находитесь Статья Называется Черенок Животворящий Или Пишите мне По электронной почте Константин Пришлите мне Ссылку На этот Потому что Мне это легче найти Ссылку На эту Статью Под названием Черенок Животворящий И Посмотрите Если останутся Вопросы Пишите Только уже На мою Электронную почту Пошел Четвертый Час Алексей Невзоров Дал понять Что надо Завязывать С наступающим Новым Годом Старый Новый Год Опять Новый Год Ё-моё Это Что Завтра Я Всем Говорю Настоящий Новый Год Это Старый Новый Год А Это Была Тонировка Жаль Никого Рядом Не будет Старый Новый Год Но Я Душой Всегда С вами И Месяц Боднером И Поверьте Мне Я Один Из Миллионов Который Знает Что Загромный Мир Существует Что Душа Она Не Пустые Слова Вот Что Мы На земле Только Потому Что Так Живем Что Проходим Испытания Мы Проходим Испытания Каждый По-своему Самое Страшное Испытание Миллиардерам Если бы Знали Как Тяжело Жить Вы Поверьте Мне Жили Как Если Ну То есть Я Образно Я Не был Миллиардером Как Им Тяжело Жить Это Ужас Вечный Страх Потерять Миллиарды Раз И Самое Страшнее Еще Знать Что Они Не попадут В рай Никогда Два Поэтому Просят Церковь Зарвать И Еще Страшнее Знаете Что Самое Страшное Зная Что Ты За Этот Миллиард Мог Бы Ну Например Накупить За границей Современнейшего Диагностического Оборудования В наших Вонючих Поставить В наших Вонючих Я же не люблю Построить Новое Быстрее Быстрее Поставить В наших Вонючих Многих Еще Нет Туалетов В больницах Я знаю Такое Сизой Так вот Современное Спасти Тысячи Жизней В прямом Смысле Ведь Вовремя Женат Диагност Ставить А не Когда Уже Это Могила Рядом Когда Тех Копают Могилу Представляете Миллиардер Может Спасти Купить Тысячи Жизней Как ему Трудно Живется Вот с этой Мыслью Что Как Спасти Бы Надо Бы Ну Как Расстаться Та Ведь Еще У моего Соседа Яхта В два Раза Длиннее Как Трудно Жить Как Купить Это Оборудование Не Можешь Не Можешь Это Ж Испытание Представляете Это Есть Испытание У каждого У нас Отмеренное Испытание Поверьте Это Не Шутки Я Не Проповедник Я Говорю Потому Что Я Был На Том Свете Я Знаю Я Был Я Знаю Для Старих Это Еще Миф Есть Нет Вот Так Шелепов Спасибо Невзоров Давайте О хорошем Садах Ну Короче Я Понял Алексей Что Мои Призывы К Богоекрательству Не Находят Это Вашем Сердце Понимание Ну Пока Друзья Вот Каталог Семян Вот Каталог Черенков Вот Нажимайте Заказывайте На сегодня Все Будем ждать Следующей Субботы До свидания Друзья Спокойной Ночи Я Нажимаю Кнопку Антон Валерьевич Пожалуйста Пришлите Мне Ссылку